МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Армавирцы жалуются на слишком высокую плату за общедомовые нужды. Подробности в материале Ирины Чупиной. Армавирцы задержали стонной нелегального алкоголя на Успенском посту ДПС. Сотни армавирцев получили вот такие треугольные письма. Каково их содержание, расскажет Юлия Чернышева. О достижениях муниципалитета в 2017-м и задачах на будущее рассказал глава Армавира Андрей Харченко на встрече с коллективом предприятия ЛТЭЗа. Проходила она в актовом зале завода. Как отметил градоначальник, прошлый год был успешным для муниципалитета. Прежде всего, это выражено в стабилизации экономических показателей. Благодаря участию в различных программах в 2017-м в бюджет города поступило 757 миллионов рублей. Город участвовал в 13 федеральных программах. Это разного уровня программы. Ну и, соответственно, то, что нам позволяет решать те проблемы, те вопросы, которые вы перед нами поднимаете. Значительная часть привлеченных средств в 214 миллионов рублей была освоена в Армавире в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Появилась которая в 2017-м году, и наш муниципалитет был одним из первых, кто принял в ней участие. На полученные деньги в Армавире отремонтированы дворовые территории 79 многоквартирных домов, благоустроен городской парк и ряд скверов. В этом году благоустройство также продолжится, но выбирать общественные территории для реконструкции будут сами жители. Для этого необходимо подать заявку в управление ЖКХ администрации до 9 февраля. Заявку, еще раз говорю, мы до начала февраля принимаем. Ну а уже потом, какая заявка станет приоритетней, это уже будет также проходить голосование, в котором будут участвовать жители города Армавира. Значительных успехов муниципалитет достиг в плане строительства социальных объектов. В прошлом году в Армавире появился новый учебный корпус на базе девятой школы. Началось строительство пристройки в школе номер 25, а также планируется построить новую школу в северном микрорайоне на 1100 мест. Но сфера образования все не ограничилась. В Заветном построили быстровозводимый спортивный комплекс. В старой станице возвели офис врача общей практики. Еще один такой вскоре появится в поселке Южном. Также было уделено внимание терапевтическому корпусу городской многопрофильной больницы. В 2017 году здесь провели первый этап ремонтных работ и укрепили фундамент. Мы имеем понимание, что на ремонт этого здания будет выделено 44 миллиона рублей. Это второй этап ремонта. Мы будем заниматься усилением стен. Будем начинать работы с кровли и спускаться с верхних этажей на нижние этажи. В общей сложности ремонт этого здания составит порядка 120-130 миллионов рублей. Как промышленный город, Армавир нацелен на развитие имеющихся предприятий. В этом году большим подспорьем в этом служит региональная программа поддержки промышленности Краснодарского края, которая в 2018-м располагает суммы в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Часть из этих денег может быть направлена на создание новых рабочих мест в Армавире. Юлия Чернышова, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Депутат законодательного собрания края Николай Петропавловский провел прием граждан по личным вопросам в хуторе Красная Поляна. В числе обратившихся был и ветеран Великой Отечественной войны Петр Иванович Животовский. Он попросил провести реконструкцию захоронения расположенного в хуторе Красная Поляна. В братской могиле покоится около 300 наших бойцов и гражданских лиц. Депутат отметил, что это даже не просьба о поручении старшего поколения, которое необходимо выполнить в этом году. Оно должно быть в хорошем состоянии не потому, чтобы это хорошо смотрелось, а для того, чтобы наши дети, наши внуки видели, как мы относимся к могилам своих отцов и дедов. Это очень важно для того, чтобы появлялись традиции, чтобы они видели наше отношение реальное к памяти, к Великой Победе, потому что по книжкам патриотом не станешь. Депутат ЗСК вместе с главой Пререченского сельского округа Александром Мининым пообещали определить масштабы работы и в ближайшее время перейти к их выполнению. Еще одна жительница хутора Красная Поляна обратилась к парламентарию с просьбой оборудовать спортивную площадку уличными тренажерами для молодежи. Николай Петропавловский поддержал эту идею и отметил, что предоставлять необходимые условия для занятия спортом необходимо для поддержания здоровья подрастающего поколения. Качество жизни зависит не только от уровня медицины, но и от того образа жизни, который гражданин сам выдерживает. Мы обязаны создать условия, чтобы были беговые площадки, спортивные комплексы, открытия, уличные, безопасные, современные, чтобы любой человек, исходя из своих физических кондиций, от инвалидов до здоровых, мог заниматься тем видом спорта, который ему нравится. На прием к депутату Законодательного собрания Краснодарского края 2 февраля пришли десятки местных жителей. Все обращения Николай Петропавловский поставил на личный контроль. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Настолько воды, сколько вам сейчас вы платите, это надо бассейны, джакузи и все это делать. У нас по стоку было. Жители дома номер 34 по улице Советской Армии недовольны большими суммами, начисляемыми им за общедомовые нужды. Проблему обсудили совместно с членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светланой Калининой, а также руководителем ответственной управляющей компании. При этом старшая по дому от лица жителей пожаловалась на то, что суммы за горячее водоснабжение и электроэнергию, затраченную на общие нужды, стали больше. Для того, чтобы разобраться в ситуации, член ОНФ предложила выбрать одного жителя девятиэтажки, который будет снимать показания с общедомовых приборов учета совместно с руководителем управляющей компании. Если уже Наталья Васильевна Костенко сказала, что эту ситуацию по вашему дому берем под особый контроль, то ваша помощь здесь в первую очередь нужна. Тем более вы заинтересованы, кто будет снимать фамилию, имя, отчество, передать управляющей компании телефон для связи, как с вами связаться. Светлана Калинина отметила, что жителям необходимо не только взаимодействовать с управляющей компанией, но и контролировать их работу. В свою очередь, сотрудники УК должны создавать максимально комфортные условия для местных и согласовывать с ними все расходы на общедомовые нужды. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Не ходите, дети, на железку гулять. Армавирские школьники все чаще нарушают правила поведения в зоне железной дороги. Дети гуляют по путям и развлекаются, кидая камни в проходящие мимо поезда. Согласно полицейской статистике, только за последний месяц было выявлено и доставлено в местный отдел ОПДН 8 несовершеннолетних за нарушение правил нахождения на объектах транспорта. Уважаемые взрослые, проведите беседу со своими детьми о недопущении нарушения правил прохода ЖД пути в неустановленных местах. В 2018 году был зарегистрирован один факт травмирования несовершеннолетних. Данный факт был со смертельным исходом. Не повезло. Армавирцы поймали на дороге с тонной паленого спирта. 50 картонных коробок с пластиковыми емкостями объемом по 5 литров каждая. И упаковка, и тара промаркированы не были. Документов на продукцию также не оказалось. Все это 34-летний мужчина перевозил в салоне своего микроавтобуса. В беседе с оперуполномоченными отделения по борьбе с экономическими преступлениями Армавирец пояснил, что за денежное вознаграждение согласился перевезти груз из соседней республики в Краснодарский край. О том, что находилось в коробках, не знал. По данному факту ведется проверка. Образцы изъятой жидкости направлены на экспертизу. Помни, не забывай, юные армавирцы раздавали прохожим солдатские треугольники. Такие приходили с фронта в годы Великой Отечественной войны. Сегодня каждое письмо рассказывало не об одном человеке, а о жизни и победе целой страны. А именно о величайшем сражении Сталинградской битве 1942-1943 годов. Это своего рода акция памяти и краткий экскурс в историю Второй мировой. Жители нашего города очень положительно относятся к этой акции. Они интересуются. Даже молодые люди знают, когда был освобожден город Сталинград. И даже нам что-то добавляют и дополняют. Такая акция памяти особо знаково 2 февраля. А именно эту дату принято считать окончанием кровопролитной и судьбоносной для нашей страны Сталинградской битвы. 75 лет назад советские войска вышвырнули фашистов из промышленного города, не дав врагу подступиться к Волге. Потери в этой битве с каждой стороны составили около 2 миллионов человек. Акция направлена на то, чтобы жители города Армавира помнили свою историю. Историю подвига наших дедов и прадедов. Сегодня в трех точках города Армавира юноармейцы раздают листовки, письма, треуголки, которые сделали активисты клубов по месту жительства. Точки по раздаче листовок находятся у нас на центральной площади у фонтана Победы и точка возле кинотеатра Родина. У нас 15 ребят раздают листовки. Примечательно, что как молодежь, так и представители старшего поколения живо интересовались героической историей нашего Отечества. Три сотни треугольников судьбы разошлись по адресатам в считанные часы. Юлия Чернышова, Александр Жерелеев, служба новостей Армавира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин